Упытки российского «Газпрома» в 2023 году составили больше 629 миллиардов рублей, то есть почти 6,8 миллиардов долларов. И это после чистой прибыли в более чем триллион рублей или 13 миллиардов долларов годом ранее. Такие данные обнародованы в отчете «Газпрома». Это худший результат за всю историю компании. Выручка сократилась на 27% в год к году, преимущественно за счет газового бизнеса – минус 43%. Продажи нефти на внутреннем и внешнем рынках впервые превысили продажи газа. Из публикации издания «Радио Свобода». Главная причина рекордных убытков – резкое сокращение поставок в Европу. Чтобы хотя бы частично перекрыть убытки, Россия поставляет газ в Китай. Поставки по газопроводу «Сила Сибири» к 2025 году могут достигнуть 38 миллиардов кубических метров. Москва продает газ Пекину с большими скидками и готова запустить и вторую нитку газопровода «Силу Сибири-2». Вот только Китай не слишком заинтересован в российском газе. Гораздо больше его интересует энергетическая безопасность. КНР не намерена зависеть от одного поставщика. Так что пока говорить о полноценной компенсации не приходится. Россия потеряла около 115 миллиардов кубических метров ликвидного рынка. Самого ликвидного, самого доходного для «Газпрома» рынка. Это рынок трубопроводного газа. И смогла заместить из этих 115 миллиардов поставками в Китай всего лишь 11%. В 2023 году поставки российского природного газа в Европу упали до 28,3 миллиардов кубических метров. После начала войны против Украины Россия пыталась шантажировать Европу. Но, как показало время, безуспешно. Рынок стабилизировался за счет поставок из США, Катара, Норвегии и других стран. Они подорвали северные потоки. И в результате их надежда, что Европейский Союз не сможет обойтись без их газа. Потому что 42% баланса Европейского Союза был именно российский газ. Надежды России не оправдались. Европейский Союз смог нормально справиться с этим кризисом. Россия несет убытки исключительно из-за собственных просчетов, уверены аналитики. Прогнозируют, страны Евросоюза больше не вернутся к российскому газу. Москва навсегда потеряла европейский рынок. У них была альтернатива поставке сжиженного газа через Балтийское море. Но бдительное внимание украинских дронов к терминалу на Балтийском море привело к тому, что они на 30% сократили поставки сжиженного газа Европейский Союз. Даже лояльная Кремлю Турция готовится закупать американский сжиженный газ. По словам министра энергетики Турции, нынешний уровень зависимости от российского газа Анкара считает угрозой для национальной безопасности. Виктория Смирнова для телеканала Фрида.